Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В осенний период очень важно правильно поухаживать за посадками малины. Мы уже как-то говорили о том, какие удобрения, минеральные удобрения, в первую очередь, следует вносить в период плодоношения малины в начале и в период плодоношения для того, чтобы она дала очень хороший урожай. Малина является известным азотолюбом и совсем неплохо растет на слабокислых и нейтральных почвах. Ей нужно хорошее, светлое местоположение, она растение вырубок и хорошего увлажнения. И, как следствие, она очень-очень чувствительна к недостатку различных питательных веществ. Вот для того, чтобы малина, особенно ремонтантная, то есть та, которая плодоносит во второй половине лета, дала очень хороший урожай. Сейчас, после обрезки малины, когда уже закончился сбор урожая, мы ее обрезаем на пень. И вот сейчас очень важно ее как следует покормить. Конечно, в первую очередь, осенняя подкормка подразумевает внесение фосфорных и калийных удобрений. При этом есть одно очень хорошее органическое удобрение, которое совершенно не противопоказано малине, которая уже ушла в спячку. И вносить мы это удобрение, а именно навоз, будем не просто по поверхности под перекопку, а на значительную глубину для того, чтобы положить его в близости к корням малины. Но не непосредственно, хотя на большом участке малины у меня-то посадки молодые, участок у меня молодой, ну, так сказать, я на нем работаю совсем немного, буквально это второй сезон вегетационный. А вообще, там, где сплошные участки малины, там, конечно, где ни копни, всегда попадешь на какой-то корень. Но хорошо перепревший навоз не представляет никакой опасности для корней малины. И, будучи внесенным в осенний период, он будет неактивным, но малина, обладающая ранними сроками начала вегетации, начнет забирать оттуда питательные вещества очень рано, тем самым в значительной степени повышая продуктивность. Сделать такую подкормку проще, простого. Надо выкопать ямку, буквально там на полтора штыка лопаты, набить ее навозом и закрыть сверху землей. Мы говорили о том, что внесение навоза, органических удобрений, по типу навоза, помета, необходимо лучше делать в весенний период. Но это касается растений однолетнего цикла выращивания в полевых таких, ну, в полях, да. Там не стоит вносить его поверхностно. Если есть возможность, лучше отложите внесение этого навоза на весну. Но вот в многолетних посадках для таких растений, как малина, это как раз сделать вполне рационально. Стоит ли так подкармливать крыжовник и смородину? Нет, не стоит. Для них в этой подкормке будет слишком много азота. И с весны они могут начать жировать, давать сильную вегетацию в ущерб процветению и образованию ягод. Малина же напротив с весны начнет давать бурный вегетативный рост и, как следствие, огромный-огромный урожай. В то же время, будучи сделанной осенью, эта подкормка освободит вам время ухода за посадками малины весной. И вы уже каких-то подкормок особых можете там и не делать. Что ж, подкормите малинку сейчас так. Будет много хорошего, вкусного и полезного урожая. На этом я прощаюсь с вами. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!